Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, и перед тобой появятся страшные близняшки! Профессор Дмитрий, вы вызывали? Вызывал, вызывал, вызывал! Здравствуйте, доктор Бобби, доктор Андрей. Слушайте, у меня есть задача для вас. Рассказывайте, что нужно сделать. В общем, слушайте внимательно, записывайте и мотайте на ус. Мне нужно, чтобы вы разработали двух очень надёжных, мощных и красивых телохранителей. Ага, понятно. А зачем? Ну, времена опасные, сам понимаешь. Телохранители не помешают. Ага, то есть, чтобы они охраняли вас, правильно понимаю? И меня, для начала, а если всё получится, мы потом их будем производить и продавать. Ээээ, хорошо, посмотрим, что можно сделать. Да, доктор Бобби? Ага. Но для начала, для меня. Сделайте их в максимально короткие сроки и максимально качественно. Всё поняли? Ага, всё, поняли, приняли. Можем приступать к работе? Да, и напоминаю, это должны быть роботы-телохранители, киборги, самые умные и сильные. Ну, то есть, киборги-убийцы. Киборги-телохранители. И убийцы тоже, правильно? Ну да, но только убийцы и врагов, а не меня. Ну и естественно, они же вас будут охранять, правильно? Всё правильно. Ну что, приступайте за работу. Хорошо, доктор Бобби, а вас я попрошу остаться. Доложите, пожалуйста, мне, как у вас проходит восстановление после черепно-мозговой травмы? Нормально. Уже не подтупливаете? Нет. Схватываете всё на лету? Ну. А то я и смотрю, вы уже какой-то бодрячком стали. Ну-ну-ну-ну. Если будут жалобы, обращайтесь, у меня есть хороший доктор, вас подлечат. Хорошо, могу идти? Да, отпускаю, делайте дела. Фух, пускай они разработают самых мощных телохранителей. И мы заживём по-новому. Так-так-так, что-то мои доктора молчат. Надеюсь, у них всё идёт по плану. Сейчас я всё узнаю. Вон там доктор Бобби сидит. Доктор Бобби, добрый день. Здравствуйте. Как проходят успехи? Создали телохранители? Уже время вышло, должны быть готовы. Ну, наверное, да, создали. Создали? А почему, наверное, вы что, не в курсе? Нет. Надо у доктора Андрея, что ли, спрашивать? Ну, надо. Ну, пойдёмте спросим. Пойдёмте. Как ваша голова, не болит? Нет. Ну, это очень здорово. Так, сейчас это... А где доктор Андрей? Спит, наверное, где-то. Спит, наверное, в своей комнате? А что это он спит? А я не знаю. Доктор Андрей, а что вы тут делаете? Здравствуйте, профессор. Привет, Бобби. Здорово. А я тут просто смотрю на своего любимого котика. Так, вы мне на котика не смотрите. Вы мне лучше докладывайте. Всё ли у вас готово? Всё почти что готово, профессор. Так, ну пойдёмте покажите этих телохранителей, если они у вас готовы. Ну да, они готовы, только нужно сделать некоторые калибровочки. Бобби, отойди, пожалуйста, от меня. Угу. Какие ещё калибровочки? Ну, нужно внести данные, что надо охранять именно вас, профессор. Ну давайте, показывайте телохранителей, мне уже не терпится посмотреть на то, что вы сделали. Вот, смотрите, самые настоящие киборги-убийцы готовы вас защищать. Ничего себе, это что, роботы-телохранители? Ну да, вам нравится? Я себе их по-другому представлял. Я думал, это будут гигантские роботы, а вы создали что-то очень красивое, а оно реально будет меня защищать. Ну вообще-то да, и вообще они гигантские. Вы посмотрите, какого роста я, а какого роста этого телохранительница. Да, вы решили сделать их по-другому, я не так себе представлял. Молодцы, я дам вам премию. Слушайте, Бобби, слушайте, Фоня, в общем, выписываем вам премию 2,5 доллара. Ого! Ого, ребят, так это же, нифига себе, целая зарплата наша. Да, да, да. Ну что, давайте внесём коррективы, чтобы они меня охраняли. Хорошо, хорошо. Так, сейчас начнём подключение. Бобби, подойди к компьютерам срочно. Ну, подошёл. Так, Бобби, передаю данные. Цель охраны. Ваше полное имя, фамилия. Дмитрий Овер, Оверович. Ага, понятно. Бобби, ты внёс данные? Да, да, да. Точно? Да. Не ошибся? Не ошибся. Ну всё, в принципе, если бы я всё сделал правильно, то всё должно работать как надо. Ну давайте протестируем, активируйте их. Сейчас мы будем их активировать, посмотрим, на что они способны. Так, если что, они должны меня ударить, и всё должно быть нормально. Бобби, если что, сразу же их отключай, понятно? Угу. Иди и компам вставай. Ну что, всё готово? Да. Ну всё. Ух, ё-моё. Всё, вырубай их, Бобби. Ну вырубаю, вырубаю. Э, ну выключайте их. Бобби, выруби, они вообще-то меня бутузят. Э. Что-то не могу выключить. А что они меня бьют? Я не знаю, так не должно быть вообще. Ё-моё, блин. Что вы наделали? Выключайте их срочно. Я не могу сейчас. Бобби, отключи протокол, отключение сделай. Бобби, из розетки компьютер вытаскивай, из розетки. Я не помню, где у нас розетка, она там. Штепсель, штепсель вытащи, штепсель вытащи. Эээ. Что происходит? Да Бобя, походу, затупил, после травмы отошёл, накотачил чего-то. Слушайте. Почему они вообще вас сбили? Давайте быстро в арсенал, за оружием. Сейчас мы их уничтожим. Что вы наделали? Всё пошло не по плану, ёкарный бабай. Введи нас в арсенал быстрее, я задержу их. Да быстрее, давайте, давайте за мной, скорее. Что вы натворили? Это теперь не телохранители, это теперь действительно убийцы-киборги. Ну ё-моё, капец, как так можно было накосячить? Быстрее сюда. Где вы ошиблись, ёкарный бабай? Ладно, сейчас мы их уничтожим. Берите РПГ, берите оружие. Сейчас придётся убивать ваших роботов. Надеюсь, вы сделали их не сильно прочными. Мы их сделали супер прочными, профессор. Походу, короче, когда мы вносили коррективы, Бобби поставил место защита. Враг, походу. А как теперь это исправить? Это же делается один раз и навсегда. Ну да, вы правы, мы специально сделали, чтобы их нельзя было перепрограммировать. Перепрограммировать, вот. Ага, понятно, я смотрю, тебе уже страшно, аж язык заплетается. Вы мне скажите, мы их РПГ этими базуками убьём? Вообще я не уверен, но попробовать стоит. О, ё-моё, а ты что думаешь, Бобби? Да надо идти атаковать, вон они стоят уже там. А ну давай атакуй их, они бегут на нас. Ё-моё. Близняшки ваши, телохранители. Ё-карный баба. А вы же заметили, что мы внесли программу, что они типа как бы балерины, короче. Да, балерины, балерины, сейчас эти балерины тебе это, покажут, лебединое озеро. Супер опасные, да, всё верно, лебединое озеро будет. Давай туда их, слушайте, что-то у нас сейчас, по-моему, комплекс скорее разломается, чем эти телохранители-близняшки. Ну да, ну да, да, да. Блин, это точно, тут тесновато для сражения, нужно бы наружу выйти из лаборатории. Тесновато, тесновато, я не знаю, все гермодвери уже закрылись, у нас же тут чрезвычайное положение, как нам выбираться? Мы в ловушке заперты. Через чёрный вход получается проход. Так он тоже закрылся. Вот, через вентиляцию надо. Всё правильно. Давайте на вентиляцию выходим быстро. За мной, профессор. Режим, режим. Ретируемся, ретируемся, они за нами. Боже, что вы натворили? Гри, внутрь проходите в туалет. Всё, пройду сейчас, прошёл. Есть, закрывайте дверь. Ё-моё. Так, лучше свет выключить. Вон вентиляция, ящики давай, подставляй. Сейчас поставлю. Ставь один, ставь аккуратно второй. Всё, я первый, вы за мной. Хорошо, босс, давайте. Всё, пролезаем. Сейчас, подождите. Ползите, ползите. Не могу пролезть никак. Ну, давайте ещё. Ну, не могу я пролезть. Бобби, подержись. О, всё. Всё, выходим из лаборатории. Проходите, ползёте там. Да, да, да. Сейчас будем ползти. Да быстрее, ползите. Бобби, давай быстрее. Ё-моё, сейчас запрыгну. Ну. Всё, 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 на месте. Ползём, ползём, мужики, уходим. Фух, ну вот мы выбрались на поверхность. Слушайте, нету этих близняшек-то за нами. Мне кажется, они в лаборатории остались. Нам нужно понять, как их уничтожить. Что будем делать? Находиться на лаборатории опасно. Нужно что-то предпринять. Обычными пушками мы их не можем уничтожить. РПГ их не берут, тем более пистолеты-пулемёты. Что придумать такое? Как их уничтожить? Предлагаю вернуться на Землю и собрать материал для того, чтобы сделать супер-пушку для их уничтожения. Как идея, босс? Отлично. Бобби, у тебя остались чертежи той вооружённой махины, которую ты разрабатывал. Мега-супер-пушку 3000. Не помню, по-моему, да, оставались. Оставались? Отлично. Мы можем взять за основу Боббиса разработки и сделать супер-пушку. А сейчас давайте быстро до нашего космического корабля и улетим с нашей лаборатории. Потом вернёмся и уничтожим этих близняшек. Хорошо, хорошо. Так и сделаем, босс. Работаем. Так, вон там корабль. Давайте улетим. Давайте быстрее к кораблю. Кстати, сзади? Они уже туда вместе упадите. Ёкарный баба. Они, видимо, тоже знают секретные проходы нашей лаборатории. Давайте быстрее к нашему кораблю. Это точно. Бежим, бежим, бежим. Не встаём. Отступаем, отступаем, отступаем. Отступаем. Потом вернёмся и уничтожим их. Они вон попрыгали там. Давайте быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Пока они не вернулись. Это наш шанс. Так, давай. Доктор Андрей, садись, пилотируй. Ага, понял, принял, обработал. Аккуратно. Давайте. Все сели? Все сели. Всё, взлетаем. А пристегнулись? Пристегнулись. Всё, завожу шарманку, улетаем. Всё, полетели на землю. Только у меня плохие предчувствия. Эти близняшки тоже спрыгнули. Да? Возможно, они будут преследовать нас и на земле. Ну ладно, в любом случае, потом узнаем. Летим! Всё, мужики, прилетели, вылезайте давайте. Всё, давай, глуши двигатели. Ага, дело сделано. Так, и куда мы прилетели? На свалку, здесь должно быть очень много металла для этой пушки суперской. Ага, Боббис, ты передал Андрюхе чертежи этого оружия? Да, передал. Ага, отлично, Андрюха, ты всё понял, как его сделать? Да, в принципе, понял. Как вы думаете, с помощью этой секретной пушки, которую разработал Бобби, мы сможем уничтожить ваших близняшек? Ну если не эта пушка, то значит ничего не справится с ними. Это значит самая сильная пушка в мире? Ну по идее, да. Бобби, когда башкой шандарахнулся, ему такая идея в бошку пришла, просто капец. Так, ладно, хорошо, что нам нужно для того, чтобы создать эту пушку? Какие нужны ингредиенты? Очень много металла нужно, босс. Ага, очень много металла, а чипы у тебя с собой? Да, всегда в кармане ношу. Ладно, понятно, хорошо, давайте искать металл и попробуем создать эту самую сильную пушку, а потом вернёмся на нашу станцию и уничтожим этих телохранителей-близняшек. Мгм, так и сделаем. Так, нужен металл, ну тут смотрите, много металла. Ну да, только правда мы руками нифига не унесём. Ага, и что тогда делать? А вот бочка, может быть, подойдёт. Ну, значит, унесём руками, надо искать тогда то, что можем унести руками. Всё верно, Димон. А где ты будешь это делать, на улице? Нет, на улице не получится, нужно найти какое-нибудь рабочее место просторное. Вон, вон, смотри, прямо здание, можно там будет сделать пушку, сделаешь себе там рабочее место, а мы, если чё, с Боббисом будем таскать металл, да, Бобби? Да-да. Будем подносить тебе запчасти, комплектующие, которые нужны. Хорошо, мужики. Тащу как раз бочку туда. Смотрите, это заброшенная свалка. Во, тут есть, смотри, во, столик есть. Опачки, вот это мне нравится, ну-ка, бочку сюда. Короче, примерно как бочка, да, металл нужны? Чё-то такое. Ну, чё-то типа того. Ладно, тогда, Андрюха, ты занимайся. Боббис, пойдём за металлом. Давай, пойдём. Пойдём посмотрим. Хорошо, мужики. Бери всё, что сможешь унести. Так, ищи, автобус мы не унесём. О, Боббис. Чё? Смотри. Ох, ё-моё. Одна из телохранителей близняшек. А где вторая? Вон сзади. Они нас догнали, они нас нашли. Андрюха, здесь близняшки. Эй, чё там происходит? Помогай. Чего, блин? Они нас догнали, я же говорил, они спрыгнули с нашей лаборатории, и, видимо, летели тоже на землю, и они бегут за нами. Видимо, они от нас не отстанут, они будут охотиться на нас, пока меня не убьют. Капец, чё мы тут натворили? Как мы их создали, это так жёстко. Вот эти близняшки, она меня бьёт. Давай это, срочно в темпе, ищите металл весь. Я нашёл. Всё, что сможете. Тащи туда, Боббян, тащи на базу тогда металл. Так, что тут есть металлического? Знак подойдёт дорожный? Да, подойдёт, конечно. Всё, я тогда знак несу, парни, вы сражайтесь. Я велик нашёл. Тащи велик, Боббян, защищай меня пока там. Отгоняй их. Отгоняй, отгоняй от нас с Андрюхой. Защищаю, защищаю. Молодец, молодец, Бобби. Давай, Андрюха, неси велик, я несу знак дорожный. Давай, выше, 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 выше. Давай, давай, давай. Есть, кладём. Нужно ещё пашу компонентов. Боббян, возьми тоже что-нибудь, я их отвлеку пока. Давай, давай, давай. Всё, беру на себя, Боббис. Сейчас возьму. Одну взял, сейчас вторую. Двух взял. На себя взял. Левую правую держи на себе. Левую правую держу. Боббис, ищи что-нибудь, что можешь унести руками. Да ищу, ищу. Около вертолётов было много всего. Я тащу шайбу огромную, прикрывай бот. Несите, несите, я их взял на себя, этих близняшек. Несите, несите, парни. Мусорное ведро не стоит. Нормально, подойдёт, подойдёт. Для нашей суперсекретной пушки подойдёт всё, что металлическое. Да, весь мусор подойдёт, и мусорное ведро тоже. О, капец, мужики, вот эти близняшки. Так, я попробую сейчас скрыться от них. Попробую спрятаться, может, не найдут. Может, будет шанс у нас сделать пушку, пока они нас не увидят. Так, парни, отрывайся от них, отрывайся. Надеюсь, оторвался. Надеюсь, они не за мной. Так, вроде нету. Тащу почку, и, в принципе, это последний материал. Я могу приготовить пушку, как слышно. Отлично, я их запутал там, на этой свалке. Я их запутал сильно. Давайте быстрее сюда. Тащите всё. Всё, Боббян, принёс? Нормально, нормально. Отлично. Хорошо. Меня подождите. Давай, Андрюха, неси быстрее. Вроде металла хватает. Пока нет близняшек, создавай быстрее пушку. Сколько штук сможешь сделать? Я их могу сделать штуки две, наверное. Две пушки? Да. Ну, давай, будем надеяться, что хотя бы на одну бы хватило. Ну, посмотрим. Тут нормально тащили, мужики, отличная работа. Ага, всё, Боббян, садись это. Нас трёмят и с этой стороны, я с этой. Если придут, будем сразу их расстреливать. Ага. Ждём. Андрюха, давай, делай. Да всё, заработай уже. Тсс, Боббян. А? У тебя чисто? Ну да. У меня тоже уже вон рассвет, там этот, Андрюха, всё доделал, нет? Ой, не знаю. Ёкарный баба, ты что прыгаешь? Да, да, смотри, походу доделал. Чё, давно доделал? Да вот только что, мужики. Ну-ка, давай затестируем. И чё, мощная она? Ну, судя по всему, должна быть очень мощная. Ты чё сделал? А? А? Ничего себе. Бобян, вот это разработка. Слушай, неплохо. Хорош, Андрюха, всё правильно, видимо, собрал. И чё она, всё прям испепеляет на своём пути? Ну, как видишь, типа того. Так, ладно, выходите. У нас есть две пушки. Бобян, ты если чё отвлекай, мы будем с Андрюхой попробуем поймать в прицел этих близняшек, телохранителей, и уничтожить. Только нужно метко стрелять. Во-первых, она перегревается, во-вторых, если попадёте друг в друга, то это всё. Капец, смерть сразу. Ну, давай мы с тобой друг в друга не будем попадать. Ну да, и Бобяна тоже не стоит попадать, мне кажется. Кто-нибудь видит, где они, а? Нет. Вообще не вижу ничего. Алло! Чё? Виднеются, походу, возле вертолётов. Не вижу. Не вижу. А, да-да-да, вижу, вижу. Через Ков, через Ков, посмотри. Вот, одну вижу, всё. Одну нашёл. А где вторая? А, вон вторая. Вон они, давай поближе подойдём. Падаю правая. Левая и правая. Левая и правая. Где они? Ой-ой-ой, они рванули. Где они? А, вот они, ёкарные баба, я не могу попасть. Так, аккуратно. Аккуратно отойдите. Восы, стреляйте, там пипит Боби с рядом. Аккуратно, по одной попал. Стреляй, стреляй, стреляй. По одной попал, одну убил. А где вторая? Там одна бегает за мной. Где-где-где-где-где? А вот она, вот она в кустах. Выводите её на чистое поле, на чистое поле её выведите. Вон, вон, вон. Так, аккуратно. Поймал. Отлично. Фух. Фух, чудом справились, мужики. Уничтожили этих телохранителей-близняшек. Ёкарный бабай, парни, что же вы натворили-то вообще? Как вам доверять разработку каких-то роботов, если вы потом делаете такое, что нас, вон, смертельная опасность поджидает на каждом углу? Это всё Бобец перепутал, не то внёс, короче, не те данные. А, Бобя, наверное, лево-справо перепутал. Наверное. Ага, давайте, ладно, садимся, ещё куча дел. Давайте возвращаемся в нашу лабораторию. Там ещё нужно, знаете, кого сделать? Кого ещё на этот раз? Там ещё кучу роботов надо сделать и этого. А. Голосового помощника. А может, не надо? Голосовой помощник под именем Егорыч. Ха-ха-ха, отличное название. Да. Нравится. Ладно, садимся и поехали. Лучше полетели. Полетели. Ну что ж, дорогие друзья. А вот такой замечательный ролик у нас получился. И мы с парнями надеемся, что вам всё понравилось. Обязательно подписывайтесь на наши каналы. Не забывайте про лайки, про колокольчики и про положение комментариев. Ну а мы желаем вам всем всего-всего самого наилучшего. Всем огромное спасибо за просмотр. Удачи, не болейте. Всего самого наилучшего. Ииии... Пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Ария, чуваки.